Это похоже на страшный сон. Моразм. Далее нецензурно. В зале руководители двух десятков малых и крупных предприятий края. Все они поставщики бывшей торговой сети Холидей. Продукты товара народного потребления. Летом 2019-го стало известно, что Холидей закрывается и банкротится. А недавно, что новый конкурсный управляющий бывшей сети намерен взыскать с поставщиков деньги за уже поставленные товары. Бизнесмен Валерий Покорняк тоже оказался должен. Выглядит это так. Я парикмахер, я сделал ему прекрасную прическу, отлично, все. Он мне заплатил денег, значит, он мне заплатил денег, да, мне. Значит, а потом приходят вы и говорите, вот эти деньги, которые вы отдали, вы должны отдать вам. Потому что он, оказывается, кому-то задолжал, соседу Иванову. Вот так это, нет, это так выглядит. Невероятно, но факт. В законе о банкротстве есть лазейка, позволяющая это сделать. И, по мнению предпринимателей, Холидей первый, кто ее использует. Под его удар только на Алтае могут попасть около 200 компаний. И многих взыскания могут просто погубить. И сейчас нас требуют вернуть 4 миллиона с поставленной товары. И вот именно мы, так, компания, которая запроется фактически, но мы не оттуда и не сможем оплатить эти расходы. У Рябинина в штате 30 человек, и все они тогда лишатся работы. По краю без средств к существованию может оказаться около 10 тысяч человек. А в случае с сельхозтоварами под ударом окажутся еще и фермерские хозяйства. Так, уверены, деловые люди недалеко и до социального взрыва. И первые звоночки уже звучат. Несколько поставщиков проиграли суды и должны платить. Следующий суд в ближайшие дни. Его бизнесмены намерены проконтролировать, объединившись в подобие клуба пострадавших. Я предложил бы на ближайшее судебное заседание командировать двух-трех мощных алтайских юристов, может быть и вас, с Алтайской торгово-промышленной палаты, которые бы послушали логику выстраивания защиты или нападения со стороны судей. Бизнесмены уже обратились к федеральным краевым властям в Алтайскую торгово-промышленную палату с просьбой разобраться. Делать это нужно быстро, уверены они. Дело Холидея может стать спусковым крючком для десятков, а то и сотен подобных дел по всей стране. По сведениям Валерия Покорняка, около четверти торговых сетей России на грани банкротства. Между тем, Холидей всячески избегает общения как со СМИ, так и с поставщиками, с которых намерен взыскать крупные суммы. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.